Евгений Сергеевич сегодня готовит лагман по русскому, старорусскому рецепту. Для этого будет использоваться свинина в основе нашего лагмана. Это будет свиное мясо, наипрекраснейшее, наивкуснейшее из Ленинградской области, фермерское мясо. Казан уже установлен, прогревается, и в нём пошла жарко-прижарка мяса. Параллельно в сковородочке рядом я всё делал наше, смазал растительным маслом, добавил чесночок и прижариваю его. Посмотрите, как он красиво пенится, как он пенится. Ой, какая красота! Далее у нас лучок, лучок на очереди, и всё продолжает шкварчать и пахнуть. Запахи неимоверные. Видите, параллельно слева мясо я подсолил в обязательном порядке морскую солью, а справа на сковородочке уже оказалась морковка по-корейски и, внимание, болгарский перец. И всё продолжает прижариваться, поджариваться. И пришло, и настало время добавить томаты, вкусные волгоградские томаты. Всё, они на сковородочке, и можно уже всю прижарку добавлять к основному блюду в виде мяса. Мясо, которое у нас прижарилось, поджарилось. Добавляем воды, накрываем крышку, выставляем 15 минут и уходим заниматься своими делами. Всё, 15 минут прошло. Добавляю бабушкину соль, перец душистый, который я растолок размял в толчанке, вот в этой великолепной. Добавил острый перчик и оставил настаиваться. Параллельно варю, варю, варю лапшу для лагмана. Вот таким образом её аккуратненько держу в руках и добавляю в кастрюлю, чтобы она не поломалась, а аккуратно сложилась и проварилась. И вот она готова! Посмотрите, какое фантастическое, красивое, вкусное блюдо. Не забывайте мыть посуду.